Армянские военные силы не только окопались в Ханкенди и прилегающих территориях, но и постоянно совершают перманентные провокации против ВС Азербайджана из зоны ответственности российских миротворцев. В последние дни наблюдается обострение ситуации на части территории Азербайджана, составляющей зону временной ответственности российского миротворческого контингента. Первейшая причина тому – активизация незаконных армянских военных формирований в Ханкенди и прилегающих местностях. И это при том, что в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года армянские вооруженные силы подлежали выводу из зоны временной ответственности российского контингента уже давно в момент размещения самих миротворческих сил РФ в горной части Карабаха. Не говоря уже о том, что необходимость полного выполнения трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении четко обозначена в недавно подписанной Азербайджанно-Российской декларации о союзнических обязательствах. Однако, вопреки этим положениям, однозначно предусматривающим создание в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента такой ситуации, при которой там вообще не должно быть армянских военных сил. Последние не только все еще окопались в Ханкенде и прилегающих местностях, но и даже совершают перманентные провокации против вооруженных сил Азербайджана. Очередной такой сюжет развернулся 8-9 марта. Согласно сообщениям Министерства обороны Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиций азербайджанской армии в Хаджалинском и Геранбойском, районах из стрелкового оружия различного калибра. Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры, нанеся удары по позициям незаконных армянских вооруженных формирований. Если для полного выполнения акта о капитуляции Армении, коим является трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, от Азербайджана вновь потребуется продемонстрировать свою силу. И в этот раз, можно быть уверенным, он ее обязательно продемонстрирует. Однако, имевшие место 8-9 марта точечные удары вооруженных сил Азербайджана по незаконным военным формированиям в зоне временной ответственности, российских миротворцев показывают, что терпение Баку иссякает. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.